Вы никогда не задумывались, как звучат известнейшие французские песни, те самые врезающиеся в голову мотивы, мелодии, которые на слуху, на нашем родном языке? Представляю вашему вниманию составлены мною топ-5 легендарных композиций, которые способны покорить ваше сердце не только оригиналом, но и русской версией. Речь пойдет о композиции, звучащей лейт-мотивом в советском фильме 1980 года «Тегеран-43» и имеющей название «Une vie d'amour», переводя на русский «Вечная любовь». Автором этой песни является Жорж Гарваренц. Автором стихов является знаменитый французский шансонье Шарль Азневур. Дословный же перевод названия песни на русский язык – «Жизнь в любви». «Une vie d'amour». Шарль Азневур – абсолютная легенда французской сцены. Он выпустил 294 альбома и дал более тысячи концертов. Исполнитель начал свою карьеру в 30-х годах. Он являлся одним из основоположников классического шансона, перенеся его исполнение из «Кабаков и кабаре» на эстраду. Песню «Une vie d'amour» он написал, когда ему было 56 лет. Композиция существует в трех версиях. Одна из версий была на русском языке, текст для которой написала знаменитая поэтесса Наталья Кончаловская. Впервые русскую версию исполнила актриса и певица Людмила Гурченко на развлекательной передаче «Новогодний аттракцион 82». Также русскую версию впоследствии исполнял и сам автор классического варианта Шарля Знавур. Затем она вошла в расширенную версию на CD-издании альбома «Отобиография». Также эту композицию Шарля Знавур исполнял в дуэте с Мерей Мэтью, не менее легендарной. Представляю вашему вниманию русскую версию этой песни в исполнении Тамары Гверцетеля. Шансон номер 2 Известнейшая песня, которая придумана самой исполнительницей Эдит Пиаф. Музыку создал композитор Норберг Ландсберг, много работавший с Эдит Пиаф. Слова же написал поэт Анри Конте. Забавно и интересно то, как, в принципе, поучаствовала Эдит Пиаф в создании этой композиции и как песня, в принципе, родилась. Пиаф позвонила Анри и сказала, цитата. «Анри, вот мелодия, сочиненная Норбертом, которая преследует меня повсюду. Моя голова просто гудит от нее. Мне быстро нужен чудесный текст. И напела ему мелодию. Та-дам, та-дам, та-дам!» Песня вмиг стала популярной. Сейчас же это бессмертная классика, которую слушают и взрослые, и дети. Русскую версию этой композиции предлагаю вам послушать в исполнении Юлии Зиганшиной «Период текста Алексей Гомосков». Песня «Период текста Алексей Гомосков» Песня «Период текста Алексей Гомосков» Песня «Период текста Алексей Гомосков» «Жербургские зонтики» Настоящая кинолегенда, связанная с именами Мишеля Леграна, композитора, и молодой Катрин Денеф. Специально для этого фильма написана песня «Буду ждать тебя». Она стала во Франции и всем мире настоящим шлягером. Композиция тогда очень часто звучала по радио и транслировалась на танцплощадках. Песня посвящена истории любви и расставания. Как время действует на всех нас и меняет нашу жизнь и не в самую лучшую сторону. В Советском Союзе песню на русском языке впервые исполнила Людмила Петровна Сенчина. Предлагаю вам послушать ее чарующий голос и насладиться композицией. Уезжаешь, милый, вспоминай меня, Пролетят столетия вроде птичьих стай, Пролетят столетия, вспоминай меня, Где бы ни был ты, я тебя жду. Шансон номер 4. Теперь поговорим о композиции «Je t'aime», которую исполняет Лара Фабиан. Строки этой песни пронизаны отчаянием и горечью утратой. Истинный смысл песни говорит не о любви, как думают многие. Это попытка сказать своему возлюбленному «прости». Посыл песни гласит об утрате тех чувств, которые наполняли жизнь ярким светом и огромным сожалением за это. Этой песне Лара пыталась сказать завершающие слова перед прощанием. Конечно, в большинстве своем песню «Je t'aime», «Я тебя люблю», поют на языке оригинала. Но, несмотря на это, я все же предлагаю вам послушать интересное исполнение Евгения Тройкович, который участвовал в «X-Factor» на русском языке. «Тебя, тебя, как наивная дитя, как лепедь, одинокая, тебя, тебя, так беспомощная и безответная, как сумасшедшая, я люблю, люблю только тебя». Шансон номер 5 В 1956 году композитор Шарль Дюмон пишет песню «Non, je ne regret rien». Нет, ни о чем не жалею, так переводится название композиции на русский язык, пели многие. Но, пожалуй, больше всего она врезается в память в исполнении Эдит Пиаф. Во многом эта песня для исполнительницы автобиографична. Она, как никто другой, имеет право сказать «Non, je ne regret rien». Тяжелые детства и юность, бесконечная череда взлетов и падений, страстных романов и горьких расставаний, грусти и радости. Песня об отсутствии сожалений нашла отклик в сердцах не только французов. Ее пели на французском, русском, итальянском, английском языках. Оценили ее и советские кинематографисты. Правда, это отчасти курьезный случай. «Non, je ne regret rien» звучит в фильме «17 мгновений весны». Примечательно, что в этом фрагменте Штирлиц вспоминает довоенный Париж, хотя на момент Второй мировой войны песня еще не была написана. Послушаем же эту знаменитую композицию в переводе Станислава Вайса «Нет ни о чем». Нет ни о чем, я не прошу ни о чем, Ни добра и ни зла, и ничто не затронет меня. Нет ничего, нет, я не жду ничего, Никому не в долгу, Обо всем позабыть я могу. На этом все. Спасибо большое за внимание. Надеюсь, вы хорошо провели время, узнали для себя что-то новое, ну или просто насладились хорошей музыкой. Всем удачи и не болейте! Субтитры создавал DimaTorzok